попробую продолжить и организовать вот такие вот видео встречи видео уроки на которых я хочу рассказывать свое понимание вообще вот все что я делаю все что мы делаем это попытка общения общение но нам нужно для поиска взаимопонимания еще одна причина моих публикаций это то что я все-таки преподавал очень долго ну в общей сумме там лет 25 наберется вот и сейчас будучи уже так сказать на заслуженном отдыхе я конечно ностальгирую по своей преподавательской работе и мне интересно и кажется и кажется мне мне есть чем делиться сегодня хочу поговорить на тему художественного в портрете в данном случае речь зашла о портрете о смысле работы художника о смысле работы над портретом в группе в моей группе которую я сделал графический портрет вот там значит я критикую портреты которые сделаны с фотографий но они явно сделаны с фотографии это понятно авторы в общем то этого не скрывают но чаще всего так лукаво умалчивают об этом да и вообще интернет переполнен вот этими полу дилетантскими иногда очень качественно с рисованными фотографиями из этого я понимаю что авторы так называемые авторы потому что авторство то там нету автора там нету вот эти авторы вот этих вот копий фотокопии они даже возмущаются когда и спрашиваешь там вообще для чего ты это сделал почему ты это сделал также эта тема еще перекликается с темой так называемого гиперреализма ну которому почему-то наши а в основном дилетанты не художники усердно следует я сейчас попытаюсь объяснить чем на мой взгляд причина только предварительно сделаю такую преамбулу меня часто тоже упрекают в форумах что мол а какой ты имеешь право твое мнение не единственное или или требует ссылаться на какие-то источники и так далее на что я всегда отвечаю и сейчас я вот хочу это заявить вот все что я говорю это мое мнение мое мнение сформировано ну пожалуй шестью десятью годами жизни в изобразительном искусстве я учился много художественной школе в институте я всю жизнь этим занимаюсь я больше ничем не занимался я рисую и преподаю в рисую занимаюсь дизайном занимаюсь архитектурой как искусством и занимаюсь искусствоведением как преподаватель все чем я занимаюсь я преподавал когда я преподавал и вообще в течение всей жизни естественно очень много читал всего всех всего что касается искусства и теории и так далее и философии и эстетики всех видов те знания которые во мне есть эти умения умения которые во мне есть они во мне заложены и сейчас я имею свои собственные аргументы чем я отличаюсь от очень многих преподавателей вы можете обратить внимание что я никогда практически не цитирую никого я никогда не привожу какие-то цитаты каких-то аргументов из книжек и никогда не ссылаюсь на книги это принцип потому что я считаю что когда человек передает свои знания то он говорит от своего имени он берет на себя ответственность вот все что во мне есть я уже честно говоря и не знаю где цитата а где придумал я сам я сейчас что-то аргумент я я аргументирую я умею аргументировать вы это поймете если будете смотреть мои вот эти вот видео уроки потому что у меня есть четкие аргументы в своей собственной системе координат в системе координат эстетики и когда ты приводишь эти аргументы как в математике например да но есть теорема пифагора но она сама по себе есть доказательства и слова пифагора это только так историческая дань а в принципе даже не упоминая про пифагор мы прекрасно понимаем всю суть вот взаимоотношений катетов и гипотенузе в треугольнике да так и тут мне для того чтобы доказывать эстетические критерии и художественные нет необходимости ссылаться на кого-то ссылаются на кого-то чаще в качестве качестве доказательства те кто как раз не имеет аргументов вот они чаще всего не имея аргументов говорят а вот этот сказал так то а вот этот сказал так то и они считают что это и есть аргумент нет аргументы другие в эстетике и сейчас я попробую их объяснить и еще одна предварительная такая преамбула ну вот у меня идет диалог сейчас с галины назаренко это моя оппонент в группе там некоторым портретом я задал вопрос опубликованным в чем смысл вашего портрета именно тем портретом которые срисованы с фотографии так копия один в один ну вопрос такой в общем то он правильный простой и автору достаточно найти ответ не хитничать не лезть в бутылку как говорится а просто ответить вот смысл моей работы в том-то и в том-то но поскольку эти люди не имеют аргументов как правило это не учившиеся люди все-таки я уважаю людей которые нигде не учились пришли там из инженеров пришли там из других специальностей к старости взялись заниматься изобразительным искусством я очень как бы двумя руками приветствую таких людей но только они все таки должны знать свое немножечко место да и и вот не репениться и не пытаться там значит со мной спорить там именно с позиции таких ехидных каких-то или с позиции всезнаек или еще чего-то они же признают в конце концов мой уровень ну хотя бы уровень художника да но почему уважая меня как художника нельзя уважать мое мнение о том что я делаю о том как я это понимаю вот вот галина назаренко в ответ на вот этот мой портрет анны герман который я делал объяснил почему я его делал с фотографии я его делаю привел как пример работы с фотографией вот меня также ехидно спрашивает она вам позировала ну я там тоже кого-то спросил когда цоя по моему там увидел портрет этом спросил он позировал вы были с ним знакомы автор промолчал ну и вот я привел пример что да можно можно делать из фотографии если есть для этого смысл если есть заказ если есть причина и как работать фотографии но галина видимо меня не поняла или хочет со мной как бы вот припираться и она мне в ответ пишет она вам позировала да вы с ней знакомы вот я отвечаю галине и в общем все именно этот портрет как и очень многие другие да я делал с фотографией в частности от анну германа я делал с видеокадров я просто набрал все ее концерты прослушал я когда работал над этим заказом а это конкретный заказ мне клуб любители анны герман вот лидия кофман заказали этот портрет они заказали мне один я работаю над этой темой сделал около десяти портретов ну потому что тут работаешь уже как бы не на вот такой вот единичный результат а работаешь над образом да вот то что называется это слово я его стараюсь употреблять но тем не менее вот я пересмотрел в то время наверное потратил но неделю может быть пересмотрел все его концерты собрал всю вот ее фотографическую коллекцию посмотрелся фотографии вот в частности вот этот вот портрет вот сделан с кинокадра ну точнее даже ну как кинокадр там кино вот идет до концерта и я там кадры нарезал смотрел и потом рисовал смысл есть есть конкретный заказ конкретная иллюстрация и самое главное самое главное в портретах которые я рисую я наоборот стараюсь уходить от фотографий вот ведь парадокс посмотрите вот да и я я еще хочу сказать что вообще-то и для того чтобы мне оправдать свой смысл мне это легче наверное потому что я профессиональный художник и иллюстратор и я оформил очень много книг где надо делать портреты вот например вот недавно последняя книжка вот портрет автора боллард на фронтиспис или авантитова в данном случае сделан портрет есть смысл есть о художественном качестве отдельно поговорим да я делал портрет для книги троцкого вот портрет солженицына да мы тоже бы не были с ним знакомы вот этот портрет солженицына я тоже делал выбирая из фотографий для обложки вот характерный портрет декабриста свистунова я делал я его вообще очень интересная история с ним описано это отдельно я его реконструировал есть портрет свистунова в старом возрасте а для вот этой серии книг которые мы издавали в восточно-сибирском книжном издательстве вот нужно было его в молодом виде в мундире поэтому про сути дела это портрет портрет реконструкции есть смысл есть смысл ну вот просто портрет на обложку вампилова да я тоже с ним лично не был знаком хотя мы здесь как бы живем в одном жили в одном городе да вот я тоже использовал его фотографии а теперь да кстати ну вот еще пример смотрите декабриста князя волконского да он вообще выполнен в гравюре видите это гравюра на арголите это тоже была задумка для книги обратите внимание на это вот художественное качество гравюры именно гравюры да вот еще один портрет из той же серии а теперь посмотрите на свои портреты которые вы срисовываете с фотографии моя задача как художника максимально уйти от фотографий вот парадокс я ухожу от фото ухожу ну если это в книги но в стилистику книги стилистика книги она диктуется текстом она диктуется самой книги она диктуется автором она диктуется в конце концов художественным редактором который видит какое-то художественное решение этой книги книги разные как вы видите да они разные по стилистике они разные по темам, и в силу этого ищется соответствующий художественный прием, художественный ход. Во-первых, в поиске образа самого лица, да, и портрета, а во-вторых, в технических деталях, вот инструмента, который ты применяешь, или это гравюра, и тогда ты работаешь в гравюрной форме, в гравюрном формате, и там есть свои интересные ходы. Либо это карандаш, и если ты рисуешь карандашом, то надо выявлять, значит, все качества карандаша. Если ты рисуешь акварелью, то она должна потечь, она должна быть прозрачной, значит, ты выявляешь качество, как раз выявляешь качество того материала, в котором ты делаешь. Качество фотографии – это максимальная реалистичность. Ну, в общем-то, вся фотография, история фотографии, смысл фотографии, она была придумана, это технический прогресс для того, чтобы максимально точно передавать реальность. В этом смысл фотографии. Эта задача антихудожественная, она противоположная художественной задаче, поскольку художественная задача, то есть задача художника, наоборот, уходить от реальности. Вот многие необразованные художники этого не понимают. Дело в том, что в какой-то этап обучения есть необходимость обучиться копированию передачи состояния, точной передачи реальности. Это есть такой этап. И в истории искусства был такой этап. Этот этап был длительным, и вот всё академическое искусство позапрошлого века, оно было нацелено на точную передачу реальности. Потом появилось такое революционное изобретение, как фотография, и освободило художника от необходимости эту реальность копировать. И все те наработки художников, великих академистов, которые научились там срисовывать муху так, что её хотелось прихлопнуть, да, то есть которые вот этот реализм довели до совершенства в своих работах, в общем-то, стал не то чтобы не нужен, а появилась новая задача у художников. Художник, наоборот, освободился от этой абузы, от этой нехудожественной задачи копировать реальность. И у него появилась возможность показывать художественные другие качества, которые отсутствуют в природе. Это и есть творчество. То есть находить свои художественные какие-то смыслы, новые смыслы, и пытаться их изобразить. Поэтому попытка уже что-то срисовать точно как на фотографии, точно как, вот фраза должна быть ключевой, точно как это не искусство. Точно так это фокус какой-то передачи информации, изобразительной информации. Точно так это вторично, то есть вот уже что-то было, а ты создаёшь точно так же что-то другое, что-то своё якобы, но оно не своё, оно же вторично, оно у тебя точно такое. То есть это, ну это получается какая-то вторичная вещь, она чаще всего фальшивая. Вот было лицо Цоя, например, да, потом фотограф сделал его фотографию, а вы уже на третьем месте эту фотографию срисовываете. Ну вы там пытаетесь мне сказать, что вы туда что-то вкладываете, но не вижу я там никакого авторства, тем более что авторство-то оно в изобразительном искусстве, оно больше проявляется в форме, нежели в содержании. Именно в форме, вот я говорил, что если ты карандашом рисуешь, это должен быть явный карандаш и пластика, и штриховка, и все вот эти вот соприкосновения карандаша с бумагой, они должны быть максимально выявлены. А у карандаша есть графит, у него есть кончик, кончик может рисовать остров, может рисовать плоско, это всё надо использовать. Что делают наши дилетанты? Они берут карандаш, берут серую фотографию, чёрно-белую, но это наследие, опять же, времён они цветную не берут, сейчас вот берут цветные уже, и один в один, размазывая вот этот, извиняюсь, как соплями этот карандашик, по бумаге, они пытаются скопировать форму фотографии. Зачем? Зачем это делает человек? С одной целью, вернее, с двумя целями. Цели две. Первый, это вот тот этап обучения, да, действительно, надо уметь владеть материалом, уметь владеть, так сказать, натурой, но это ученический этап, который проходит, условно говоря, там, в первом и втором классе художественной школы, да, ну, или в школе художественной учатся, да, срисовывать. Это ученический этап, и многие не обученные далее, не обученные вот эти вот на первоначальном этапе художники-дилетанты на этом и останавливаются. Они не становятся художниками. Вот недаром мы там с кем-то комментировали такую работу, говорили, что вот всё, вы уже обрели, вы уже научились рисовать, ну, становитесь, наконец, художниками. И а вот тут, а вот тут тупик. Человек, который ещё не художник, не обучался этому, обучался только ремеслу, а он не знает, что ему делать с этим портретом, он не знает. Он начинает мне рассказывать про какие-то там, про духовность, про дух, там, про душу, вот, про душистость. А по форме-то он не знает, как эту духовность вообще передать, зачем её передавать. И в самом лучшем случае вся духовность у них выражается вот в таких вытаращенных глазках и каких-то эмоциях. То есть, если на портрете есть какая-то такая, ну, какая-то эмоциональность, то её часто путают с духовностью и говорят, вот это вот здесь есть духовность. Если там сидит задумчивый старик нарисованный, да, или там ребёнок такой восторженный, радостный, радостный. Ребята, дорогие, ну, вот эти приёмы задумчивости, детской радости, детской неожиданности, да, счастья такого веселого, их пять штук, шесть вот этих приёмов, они такие избитые. И то, что вы сделали такое лицо, нарисовали с фотографией опять же, да, не говорит, что оно теперь духовное стало. Ну, про духовность мы поговорим отдельно. Сейчас мы говорим про форму, про форму в портрете. Поймите, изобразительное искусство отличается от любого другого искусства, от музыки, от танца и вообще от любой деятельности тем, что оно занимается изображением. То есть, берёт реальность, вот эту вот трёхмерную, которая нас окружает, или наши фантазии, неважно, но вот берёт нечто и переводит это в изобразительную плоскость. Именно в плоскость, обратите внимание. То есть, мы берём трёхмерность, переводим в плоскость, но этого мало. Мы ещё берём вот эту вот реальность природы и переводим в условность искусства. Искусство – это условность. Искусство – это явление противоположное естественности. Вот реальность – это естественность, реальное лицо моё – это естественность. Фотография – это тоже естественность, потому что цель фотографии – максимально передать моё лицо. Вот. Точно. Максимально точно. Поэтому фотография, она, я говорю по определению, такая фотография, ну, скажем, портретная вот в таком виде, она не искусство. Она, её цель – максимально точно, максимально точно передать то, что перед объективом. Объектив – есть такое слово, да. Фотографии – главное качество – объектив. А художник имеет противоположный инструмент – субъектив. Я должен, обязан, если я художник, я обязан не объективным быть по отношению к реальности, а субъективным. Я должен наполнить вот это изображение, которое я делаю, каким-то своим субъективом. Субъектив этот имеет миллион разнообразий. Это может быть и требование книги, стилистики в иллюстрации. Это может быть просто формальное требование поиска пластическо-материальных каких-то интересных изысков. Их очень много. Очень много задач художественных. Их надо просто видеть, ставить, иметь эти художественные задачи. Художник – будь художником. Если перефразировать фразу Сальвадора Дали. Сальвадор Дали был, безусловно, художник. Обратите внимание. Как бы над ним кто-то не смеялся, и я его считаю полусумасшедшим. Но он был стопроцентным художником, двухсотпроцентным. Он работал субъективно. Он брал реальность и создавал свой художественный мир. Вы берете фотографию. Ладно. Ну, хочется. Не можете вы сделать с натуры портрет. Хотя с натуры портрет – это чистое искусство, это настоящее. Вы один на один с натурой. И вы с этой натурой, как дрессировщик в цирке с живым зверем. Точнее, не в цирке, нет, нет, нет. В лесу, как охотник в лесу, он, встретив эту природу в лице тигра, да, он его усмиряет. Он его не убивает. Он с ним входит в диалог. В результате они объединяются, друг друга понимают. И он этого тигра, лучше сказать, лошадь, да, вот он встретил дикую лошадь. Он ее, сел на нее, объездил ее, и она стала ему подчиняться. Дикий мустанг стал великолепным, дрессированным конем, жеребцом, там, я не знаю, который подчиняется воле человека. И они объединились. Природа, то же самое волк, да, и собака, которая стала лучшим другом человека. Вот так и художник с природой. Вы выходите в эту природу, в эту реальность. Вы ее берете и трансформируете, переводите в свой формат. Обязательно плоский, кстати говоря, да. Мы же на плоскости работаем. Мы берем трехмерность, переводим в плоскость, и природа нам подчиняется, и мы создаем новое агрегатное состояние для реальности. То же самое с портретом. Ну, вот если вы не смогли с живым человеком поработать, то идите в цирк, да. Это, так сказать, упрощенный вариант. В цирке там звери уже в клетках, они уже там уколоты и снотворными, и у них выдернуты зубы, да. И дрессировщик делает вид, что он их как бы там дрессирует, гоняет, и они ему подчиняются. Ну, да, они ему подчиняются, конечно, но мы понимаем, что есть большая разница, когда ты в лесу Тигров встретил или волка и сделал его собакой, своим другом, да. Или когда ты в цирке все-таки, хотя, конечно, и риск там есть, и все там есть, а я не отрицаю, да. И тем не менее в цирке уже звери в клетке. Вот. Точно так же использовать фотографию, да. Вот. Или вы с живым встречаетесь с человеком и работаете с его формой, переводите его форму в знак на плоскость, работая своим собственным процессором мозговым. Вы видите реальность, пропускаете ее через свою голову, чувства и руки и создаете условность, художественную условность. Тоже портрет, но художественно-условный, художественное произведение. Или вы берете фотографию. Это вот хуже цирка, когда вам фотограф уже все перенес на плоскость, и вам достаточно ее просто срисовать. Срисовывать с плоскости на плоскость гораздо легче. Это не работа, чем объем переводить на плоскость. В данном случае вы решаете вот эту вот задачу, очень серьезную перехода из одного пространства, трехмерного, двухмерного, вы решаете ее самостоятельно. Не говоря, я вам что-то не говорю про характер человека, про те нюансы его мимики и психики, с которыми вы постоянно вот так вот один на один работаете, да, в реальности. Или перед вами лежит вот эта вот фотка, это уже на 90% сделанная, это уже сделанный портрет. Вот фотографию делал фотограф. Он по-своему этот портрет уже сделал, он там все уловил. В нем есть харизма человека, в нем есть перевод в плоскость, в нем есть уже чаще всего даже в цвете, как бы, колорит свой собственный. Там решены композиционные все задачи уже, там обрезана она, кадрирована. И взять эту фотографию и тупо начинать перерисовывать на бумагу, поэтому я спрашиваю, а смысл? Какой смысл? Если вы хотите вот скопировать фотографию на бумагу, то уже сегодня есть огромное количество средств технических для этого перехода. Есть твоя задача, есть твоя задача. Из фотографии перевести на бумагу в карандашном виде, но точно так же, да, то есть для этого много технических приемов. Я их не буду сейчас выдавать, но все их наверняка знают. Раньше по клеточкам срисовывали, через стекло переводили и так далее. Но художественной задачи здесь нет. Это техническая проблема. Она сейчас решается вот на компьютере. Зачем переводить лицо человека на плоскость с помощью какого-то механизма? Все, авторство-то исчезает. Ну, там есть очень много нюансов. Там появляется такое новое направление, как компьютерная графика. Там тоже есть художественные задачи. Сейчас речь не об этом. Ну, вот, пожалуй, я на этом закончу. Я думаю, я достаточно объяснил мое понимание. Еще раз повторяю, мое понимание. Вы со мной, если не согласны, не надо со мной спорить. Ну, собственно, что спорить? Либо вопросы задавайте, и я буду отвечать, да? Я в своем мнении, в своем вот этих утверждениях, я уверен, аргументы я привел, как смог. Если вам они непонятны, я готов разъяснить. Спорить со мной не надо, поскольку я не вижу предмета для спора. У меня есть свое понимание портрета, я его изложил. Если у вас свое противоположное или какое-то иное понимание этого вопроса, ну, напишите, напишите публикацию, создайте публикацию, проиллюстрируйте своими работами, аргументируйте тоже, почему вот срисованная фотка один в один – это хорошо. И еще, наконец, я хочу сказать, что почему интернет завален? Завален вот этими… Они чаще называют их, что типа он следует стилю гиперреализма. Да ерунда, это никакой не гиперреализм. Гиперреализм, во-первых, был сто лет назад, там почти сто лет назад, да, и у него тоже были свои исторические, эстетические предпосылки и причины, и в конце концов проехали мы уже этот стиль гиперреализма, и возвращаться нет туда смысла. Будьте впереди, в конце концов, товарищи художники. Ну, вот я уже называл, что есть два варианта. Либо ученические, чисто ученические, первоклассника. Но тогда не бери на себя звание художника, да? Но ты же лезешь с этими работами своими детсадовскими, ты же лезешь на серьезные форумы, ты же пытаешься говорить с позицией искусства якобы, да, художника якобы. Ну, не смеши народ-то. Люди, которые где-то когда-то учились, более-менее, да? Кстати, образование это еще тоже не гарантия того, что человек чему-то научился, да? Я все-таки преподавал почти 20 лет в институте, и я знаю, как там учатся, и что большинство там не берут всего того, что там им дают и могут дать. Не говоря уже об уровне самих институтов, они тоже очень разные, да? Поэтому люди не обученные, совсем не обученные или плохо обученные, они не имеют аргументов, они не имеют эстетических аргументов, они не имеют художественных, они еще не дошли до уровня художника, они еще не стали художниками. И у них есть только критерии сходства. Но критерии сходства с реальностью, идентичности, это не художественные критерии. Но они вот срисовывают усердно цветочки, они срисовывают усердно фотографии с портретами, они усердно срисовывают пейзажи, выходят. Я это допускаю только как работа ученика. Все. Когда человек становится художником, его задача уже становится... Сейчас расскажу. Три этапа есть в ученичестве или в становлении художника. Первый этап – это вот первый класс, условно говоря, художественная школа, когда у него потребность сделать, как все называется, хочу, как все. То есть он увидел Репина, он хочет, как Репин рисовать. Он увидел там Сальвадора Дали, он хочет, как Сальвадор Дали, научиться рисовать. Он увидел там Рембранд, он хочет, как... Хочу, как все. Это первый этап ученичества. Он естественный, нормальный, его нужно пройти и научиться. Это обретение ремесла. То есть вы научились так, как Айбазовский, как этот. В конце концов, человек этому учится. И, условно говоря, закончив художественную школу, он уже должен уметь рисовать, как кто-то, как что-то. То есть он обретает ремесло. Да, но он еще не стал художником, правда? То есть потому что он как Репин, как Серов, как Цурик. Это этап ученичества. Потом, условно говоря, этот художник приходит в училище художественное, более высокий уровень. Ну, это условно, я говорю. Художественная школа, художественное училище, потом институт. Вот он приходит в художественное училище, и там он уже умеет, как все. Там начинают составиться более интересные такие творческо-ремесленные задачи. А у них возникает период, хочу, как никто называется. То есть это, так сказать, этап выпендрежа и понтов. Ну, да, он уже умеет, как этот, умеет, как этот. Для него это все скучно, неинтересно. И начинается этап измов. То есть всяких вот, ну, условно говоря, футуризмов, абстракционизмов и так далее. Искусство тоже прошло через этот этап. Измов. То есть сделать как угодно, но только как никто. Поэтому второй этап художника, его становление, называется этап «хочу, как никто». То есть, чтобы я вот сделал... Это все вот эти этапы, и первый, и второй, и третий, которые я скажу, они все правильные. Это нормальный этап становления. «Хочу, как никто». То есть, да, он обретает, он пытается найти свой язык. Он пытается, в конце концов, он понимает, что делать уже как кто-то, как что-то, как где-то сделано, как сфотографировано, как нарисовано, это уже теряет смысл для творческого человека делать как кто-то. И появляется смысл сделать как никто. И начинаются вот такие вот понты. Что бы такое придумать? Как бы так выпендриться, чтобы удивить? Чтобы посмотрели на мою работу и сказали, «Ох!» Ну вот, если в первом случае был школа-детский сад, то во втором случае уже какой-то цирк, да? То есть, человек думает не об искусстве как таковом, а думает о том, как себя заявить, как показать, как это сделать необычно. Этот этап проходит. И вот наступает третий этап. Условно говоря, так сказать, художественный институт или художественная академия, да? Когда человек приходит, он уже умеет, как этот, как этот, как этот. Он уже знает, что можно делать. И у него есть куча художественных вариантов, как сделать как никто. Можно сделать как никто вот так. Можно сделать как никто вот так. Можно сделать как никто вот так. То есть, у него фантазия. В первом случае мы развивали умения. Во втором случае мы работали с фантазией, и он, научившись, обретя вот это вот свойство и качество «как никто», он развил свою фантазию, творческую фантазию. Теперь он умеет «как никто», и вот наступает третий этап, самый важный, когда человек становится настоящим художником, художником-автором. Если первый вариант, случай был «хочу как все», второй случай, второй этап «хочу как никто», то третий этап – вопрос. Вот подумайте, когда он становится художником, когда он становится автором, когда он начинает создавать самостоятельное художественное произведение, то есть он становится творцом, то третий этап называется «хочу как я». То есть вот тут соединяются все качества, тут появляется личность человека, тот я, к которому он приходит. И поэтому он уже как художник, состоявшийся, может решать любую задачу. Он сам ее может перед собой ставить, он сам ее может решать, и он умеет этот смысл увидеть и умеет этот смысл изобразить. Свою последнюю выставку, которую я делал, я называл «Иллюстрация смыслов». Поэтому я часто задаю этот вопрос «в чем смысл вашей работы?». Мне кажется, это не обидный вопрос, правда? И вот когда я спрашивал про те срисованные с фотографией портреты, я точно так же спрашивал «а в чем смысл? Объясните». И нет ничего обидного, если ты найдешь аргументы и объяснишь, в чем смысл твоего срисовывания. Более того, я даже тебе подскажу, как лучше срисовывать, еще качественнее. Я знаю таких приемов очень много. Только они, вот эти приемы срисовывания к искусству, не имеют никакого отношения. Потому что искусство – это искусственное, это неестественное. Слово «искусство» – это противоположное слово «естественное». Поэтому движение в сторону искусственного – это уход от естественного. Поэтому даже рисование портрета с фотографией, если так вот случилось, да, даже рисование портрета с фотографией – это попытка уйти от фотографии. Это не прийти к ее копии, а уйти от фотографии. Куда уйти? Вот художник. Ты на это должен иметь ответ. Ну, пожалуй, все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok